Готовность номер один. В областном правительстве обсудили работу энергокомплекса и региона в зимних условиях. Алгоритм действий на случай возможных погодных ЧП, наличие резервных источников, обеспеченность аварийными бригадами. Все эти вопросы были на повестке дня. Подробности в материале нашего корреспондента. По прогнозам синоптиков и МЧС, предстоящая зима в Волгоградской области ожидается морозный и снежный. А это значит, что в особом режиме должны работать все объекты энергосферы, от которых зависит и жилой фонд, и все социальные учреждения. Сейчас эти предприятия получают паспорта готовности. Все процедуры должны завершиться к 15 ноября. Однако на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧП констатируют. Отстающие есть, и к ним говорит первый вице-премьер региона Игорь Стефаненко, необходимо применять жесткие меры. Эта проблема назрела. Поэтому я предлагаю Министерству жилищно-коммунального хозяйства, ИТЭК, Главному управлению МЧС Поворотской области и Ростехнадзору, нашему управлению Нижневорскому, совместно разработать комплекс мер по повышению ответственности руководителя предприятий, повторяя комплекс мер. Кроме того, в преддверии снегопадов и гололеда нужно оценить готовность местных властей оперативно реагировать на внештатные ситуации, связанные с возможным отключением энергоснабжения медицинских объектов. Далеко не все из них имеют автономные генераторы. И в случае внезапного отключения света под угрозой может оказаться жизнь людей. И совместно с комитетом по жизнедеятельности, с МЧС, мы проведем внеплановые проверки по объектам здравоохранения, для того, чтобы еще раз убедиться или, по крайней мере, не дать расслабиться ответственным людям по решению данных вопросов. Эти проверки уже начались. Более того, на совещании дано поручение подготовить в масштабах региона единый план схемы действий на случай отключения света в лечебных учреждениях. В этом документе будут учтены все резервные источники для обеспечения стабильной работы медицинских объектов. И еще одно направление работы – предупреждение ликвидации обледенений наружных электросетей. Руководителям энергопредприятий предстоит провести внеплановые осмотры воздушных линий и заранее устранить все выявленные дефекты. Кроме того, в готовности должны находиться и аварийные бригады, обеспеченные достаточным количеством специалистов техники, оборудования и материалов. Ирина Горшинина, Андрей Стовин, телекомпания «Ахтуба».